Всем привет! Вы на канале Автозвук.ua и в этом видео, скажем так, в продолжение темы прожарки украинских масел, мы будем жарить масло Agrinol 5w40 Synthetic Premium Motor Oil, которое в принципе, как и масло Yuko, очень удивит вас своей ценой. К сожалению, у нас нет возможности проверить истинное содержание синтетических компонентов в этом масле, но если производитель написал синтетика, то в принципе тогда и будем отталкиваться от этого названия. Также мы посмотрим, какие допуски есть у этого масла и что они означают. Но сначала несколько слов о сфере применения масла. В принципе, как и заграничные современные масла, данное масло является универсальным и подходит для бензиновых, дизельных двигателей. В принципе, можно лить и в газированные двигатели. Также это масло можно использовать в автомобилях, оснащенных турбонагнетателем, интеркулером, катализатором и так далее. То есть, ну, масло не малозольное, в принципе, поэтому для машин с сажевым фильтром не подходит. То есть, все плюс-минус стандартно. Естественно, у многих автомобилистов есть некоторое недоверие к отечественным продуктам, ну, тем более к бюджетным отечественным продуктам. И, наверное, поэтому, помимо основных базовых допусков, производитель также нанес на канистру 6 допусков от ведущих мировых автопроизводителей. То есть, это масло тестировалось ведущими мировыми автопроизводителями и подлучило определенное одобрение для использования в своих двигателях. Ну, соответственно, в принципе, если верить, что эти допуски настоящие, то данное масло по своим характеристикам не должно ничем отличаться от заграничного, которое имеет тоже такие же допуски. Как я уже говорил, то есть, у масла есть основные базовые допуски. Это по АП, СЛ, ЦФ и по АСА, А3, Б4. То есть, здесь стоит, наверное, обратить внимание на содержание золы. То есть, если там какие-то похожие, аналогичные масла можно было назвать еще среднезольными, то здесь, в принципе, по золе вообще нет никаких ограничений. По допускам автопроизводителей, то здесь уже конкретно производитель масла, можно сказать, гулял на все деньги. То есть, мы видим допуски и по Фольксвагену, и по Порше, BMW, Peugeot, Citroёn, два реношных допуска и даже мерседесовский. То есть, в принципе, у потребителя должно создаться впечатление, что масло одобрено многими производителями, хотя, в принципе, так и есть. Но из множества всех этих допусков, основными, скажем так, решающими, которые перекрывают собой остальные допуски и дополняют друг друга, будут Mercedes 229.5, BMW Longlife 01, Peugeot Citroёn 2296, ну и, в принципе, все. То есть, по допускам данное масло, наверное, вполне может соревноваться с какими-нибудь импортными маслами, которые при этом в 2, а то и в 3 раза дороже. Также, например, допуски данного масла мы сейчас сможем сравнить с этими маслами на своих экранах. И теперь, помимо допусков, мы также проверим, как это масло пройдет тест прожаркой, и сравним его с другими маслами, которые прожаривали ранее. По традиции, взрываем новую канистру оригинального масла Агренол. Сейчас, лишь бы там не было только дополнительной пломбы, которую придется срезать. Пробочка откручивается очень туго. Так, пломба присутствует. Опять пошел я за ножом. Дубль 2. Пломба очень плотная. Наверное, ее можно таким... От крышки, оказывается, была еще там эта бумажка. В общем, наши масла пакуют немножко интереснее, чем заграничные. Все, теперь льем в мерную емкость примерно 125 миллилитров масла. Теперь масло переливаем в колбу, в которой оно будет жариться целый час при температуре 300 градусов. Продолжение следует... У нас прошло примерно полчаса с начала прожарки. Меня по-прежнему смущает тот факт, что многие масла прошли прожарку, последние прожарки, достаточно хорошо. Вот я решил проверить, действительно ли масло жарится при необходимой температуре. То есть сейчас, можно сказать, пик нагрева, колба нагревается до 314-330 градусов по Цельсию. И так масло еще будет кипеть примерно полчаса. КОНЕЦ Итак, прошел час, масло вовсю обильно кипит. В верхней части колбы у нас уже образовался такой непрозрачный коричневый налет, но налет, скажем так, пятнами. То есть не вся верхняя часть колбы в налете. Что на дне, естественно, еще непонятно. Температура 322,2 градуса по Цельсию. Но она, в принципе, сейчас в пике. То есть средняя температура у нас 300. Это максимальная температура, которая может, скажем так, развивать или достигать этот прибор. Теперь выключаем колбонагреватель и даем маслу остыть в течение часа. Наконец-то масло остыло. Переливаем его обратно в мерную емкость. Там выпало, по-моему, несколько маленьких комочков. По количеству в емкость вернулось столько же масла, сколько мы заливали в колбу. В колбе только остался несливаемый остаток. Но колбы плюс-минус чистые. Есть вот такая капелька, скажем так, темно-коричневая. Ну и, в принципе, вся верхняя часть колбы до сужения имеет такой достаточно темный коричневый налет. В общем, в целом масло прошло тест прожаркой неплохо. И, возможно, даже есть какая-то вера, что это действительно синтетика. Ну или здесь высокое содержание синтетических компонентов. Но колбы, как я уже говорил, практически чистые. Там буквально одна точка. Верхняя часть имеет такой в большей степени или на большей площади полупрозрачный коричневый налет. И только примерно одна четвертая, одна пятая часть колбы имеет такие более темные пятна и более существенный налет. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Подписывайтесь на наш канал и напишите в комментариях, какое масло нам еще нужно протестировать.